На Капитолийском холме в Вашингтоне сегодня было непривычно много велосипедистов. В столице США финишировал очередной велопробег. Команда 26 — это группа активистов, которые выступают за ужесточение правил оборота огнестрельного оружия. Участники проехали несколько сотен километров из города Нью-Таун, где находится печально знаменитая школа Сэнди-Хук, до Вашингтона. Их главная цель — добиться от Конгресса принятия новых законов, чтобы защитить Америку от повторения похожих трагедий в будущем. Роман Мамонов встречал участников акции на Капитолии. Эту группу в зеленых не купальниках, но майках и комбинезонах сегодня было сложно не заметить на вашингтонских улицах. Рано утром 26 велосипедистов с командой сопровождения сначала припарковались у маленького веломагазина на окраине столицы, потом отправились в главный кафедральный собор Вашингтона, местный госпиталь и, наконец, финишировали на Капитолийском холме. В них за плечами четыре дня по шоссе, 400 преодоленных миль, десятки городов, встреч с простыми жителями, мэрами, законодателями и слоган из трех слов — надежда, мир и любовь. Мы здесь, потому что Конгрессу пора действовать. Он должен принять национальный закон об обязательной проверке покупателей оружия, о запрете обоим высокой емкости. В Коннектикуте введено ограничение на 10 патронов в обойме. Нам кажется, это должно быть сделано на национальном уровне. Монти Фрэнк — создатель и лидер команды «26». Он начал этот проект после трагедии в его родном городе Нью-Таун, штат Коннектикут. 14 декабря 2012-го Адам Ланза застрелил 20 малышей и 6 педагогов в начальной школе Сэнди Хук, после чего застрелился сам. И для Фрэнка это цель номер один — заставить Конгресс переступить через оружейное лобби ради спасения тысяч жизней. Жертва участников команды 26, а они за последние дни преодолели больше 600 километров от Нью-Тауна до Вашингтона, кому-то может показаться напрасной. В вопросе оружия в Америке парадоксальная ситуация. Подавляющее большинство граждан поддерживают ужесточение правил продажи оружия в том или ином виде. Но здесь, на Капитолийском холме, оружейное лобби надежно держит оборону и успешно отражает любые попытки принять законы, ужесточающие правила. 31-летний Амар Самаха сам работал на Капитолии и знает, как устроен Конгресс и как законодатели часто идут на поводу у корпораций. Молодой человек много лет выступает за более жесткие законы в отношении оружия. Его сестра Рима погибла 8 лет назад во время самой кровавой бойни в истории США — стрельбы в Технологическом университете Вирджинии. И он уверен, такими велопробегами и публичными акциями можно заставить Конгресс уступить. Вашингтон не изменит своего мнения сам. Мы должны их заставить. 90% американцев выступают за проверки покупателей оружия и другие законы. После Сэнди Хук люди выступили за это, но Сенат провалил голосование, а Палата представителей даже не стала голосовать. Но мы должны продолжать давить на них. Сейчас в Конгрессе представлен очередной законопроект об универсальной обязательной проверке для покупателей оружия. Документ разработали несколько демократов и республиканцев. Правда, шансы на его прохождение невелики. Не факт, что его вообще поставят в повестку. Но сторонники ограничений на оборот оружия обещают вносить законопроекты снова и снова. А Амар, Монти и их товарищи готовы год за годом крутить педали, чтобы спасти других от шальной пули. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко, Вашингтонское бюро РТВА.